Сегодня в рубрике «На первом плане» мы поговорим в рамках недели продвижения здорового образа жизни о важности диспансеризации. У нас в студии Изабелла Ивкова, кандидат медицинских наук, врач кабинета медицинской профилактики городской больницы номер 5. Изабелла Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Почему диспансеризация ставится во главу угла, когда мы говорим о продвижении здорового образа жизни? – Готовясь к этой передаче, я вчера узнала, что я участвую в сегодняшнем эфире, я как врач и как пациент в одном лице для себя суммировала, что дает лично мне диспансеризация и дает моим пациентам, и мне как врачу. Первое – пять пунктов. Первое – это дисциплинирует. Раз. Это заставляет более ответственно относиться к своему здоровью. Это два. Это способствует раннему выявлению любых заболеваний, в первую очередь хронических неинфекционных, которые влияют на продолжительность нашей жизни в основном. Значит, это три. Четвертое – это заставляет сделать акцент на тех проблемах со здоровьем, которые выявлены или имеются у данного пациента. Ну и пятое, заключительное, суммируя все, по факту это продляет нашу жизнь, здоровую, активную жизнь от 5 до 15 и больше лет. Разве это не мотивация для того, чтобы пойти на диспансеризацию, ежегодную диспансеризацию? Диспансеризация есть для разных групп возрастных. И буквально в последние годы появилась особая диспансеризация после ковидной. Что это такое? Чем она отличается от обыкновенной? Ну, вот когда мы узнали объем исследований, которые входят в углубленную диспансеризацию, вот я как врач-терапевт просто обрадовалась. И сама как пациент я ее прошла, значит, эту углубленную диспансеризацию. И это приятное дополнение к обычной диспансеризации для тех пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию. Неважно в какой форме, в легкой или в тяжелой, что туда входит? Ну, туда входит пульсоксиметрия, определение догимера, тест с 6-минутной ходьбой. Вы давайте расшифровывайте для наших телезрителей, вы эти все термины знаете, а мы нет. Ну, пульсоксиметрии – это насыщение крови кислородом. Это мы все прошли, знаем, да. Вы все в период пандемии это все делали регулярно. Второе – это выявляем додимер, то есть, ну, просто, если сказать, свертываемость крови, показатели свертываемой крови. То есть, есть тромбозы, нет тромбоза, тромбов где-то или предрасположенности к этому. Третье – это очень такой хороший, расширенный биохимический показатель, биохимический анализ крови, куда входит ЛДГ. Лактат и гидрогеназа, которая является маркером разрушения каких-либо тканей в организме. ЦРБ – это реактивный белок, маркер воспаления в организме. Значит, дальше кретинин, ну, холестерин липопротеидов низкой плотности, который является основным маркером нашего холестеринового статуса, то есть, основной показатель липидного профиля. Ну, и другие такие, более классические. Вот эти очень актуальны. Дальше – спирография, то есть, это определяется состояние легких после перенесенного ковида. Рентгенография, кому показано, ну, и, естественно, консультация терапевта. И вот во время, после прохождения углубленной диспансеризации, ряду пациентов, у кого выявлены изменения, а это не так редко, как я вам скажу, в практические, мы достаточно регулярно находим повышенный дегимер, регулярно находим повышенный уровень липопротеидов холестеринового низкой плотности, регулярно находим повышенный ЛДГ, значит, то есть, кретинин, повышенное поражение почек, изменение функций легких, то есть, спирограмма ненормальная, и тогда мы этих пациентов направляем на второй этап. Я хочу подчеркнуть, что все это бесплатно. И я пересчитала так вот в частной клинике, сколько это сделать, это от 5 до 8 тысяч. Это государство предлагает нам бесплатно, я не шучу. А второй этап – это бесплатное МСКТ легких, УЗИ сердца, эхография, и УЗИ вен нижних конечностей, то есть, ищем тромбозы. И как врач, который непосредственно занимается и диспансеризацией, и углубленной диспансеризацией, я вам могу сказать, что приходят молодые пациенты, и вдруг, которые перенесли или легко, или тяжело, которые чувствуют себя прекрасно после перенесенного ковида, и, честно сказать, они вообще не хотят идти на какую диспансеризацию, если у меня все хорошо. Но когда добровольно, когда добровольно-примудительно, когда после профилактической беседы, все-таки пациенты проходят эту диспансеризацию, и вдруг выявляется, что у него додимер около тысячи, мы его отправляем на второй этап диспансеризации, он делает МСКТ органов грудной клетки, и вдруг выясняется, что у него тромбоэмболия и легочная артерия. И тут же мы этого пациента подхватываем, отправляем по маршрутизации в 4-ю городскую больницу, там этим пациентом занимается, своевременно оказывается помощь. То есть пациент что делает? Пациент предупреждает о развитии серьезных осложнений, в принципе, жизнеугрожающих осложнений. А так он может, в принципе, не замечать этих изменений? Не замечать. И только когда наступит время ЧЕ, мы вызываем скорую помощь, и по скорой отправляемся по маршруту, какие симптомы, туда и отправимся, как говорится. В каждой ли поликлинике есть кабинет медицинской профилактики, где вот так подробно расскажут о преимуществах диспансеризации? Ну, во-первых, смотрите, у пациента всегда есть выбор. Вот мои пациенты, они уже знают, для чего нужна диспансеризация, и многие из них идут самостоятельно записываются на определенное время, удобное для них, для того, чтобы пройти диспансеризацию. В наш кабинет медпрофилактики. Ну, это уже взрастили вы поколение таких ответственных пациентов. Да, да. Ну, вот я вам коротко расскажу об одной моей пациентке, которой я буквально сегодня позвонила, спросила, что ей дала вообще диспансеризация. Значит, она здоровая, молодая, зожница. То есть она ведет абсолютно здоровый образ жизни, считает себя здоровой. В 2013 году ей было 50 лет. Она ежегодно проходит диспансеризацию, то есть она как бы за собой следит. То есть, ну, раньше было раз в три года, но она все равно ежегодно приходила, контролировала показатели здоровья. Сейчас, слава богу, мы ежегодно это все имеем возможность сделать для наших пациентов бесплатно. Что ей это дало? То есть, когда она нам пришла, в принципе, в 50 лет, ну, отклонений в показатели здоровья у нее не было. Что было выявлено? Был выявлен повышенный уровень холестерина. Она сразу обратила на это внимание. Раз. Получила соответствующие рекомендации. Через 7 лет, то есть у нее в 2020 году было выявлено впервые повышение уровня сахара в крови. Она тут же отрегулировала свою диету. Ну, диета номер 9. То есть перестала есть сладкое, нормализовала показатели своего веса. Они у нее были, в общем, немножко повышены. То есть у нее была немного избыточная масса тела, но она привела показатели в норму. Нормализовала питание. Сделала его еще более правильным. Значит, раз у нее теперь показатели уровня сахара, глюкозы, крови 4,0. То есть, как у здорового. И гликогемоглобин идеальный. То есть это уже хорошо. Третье. У гинеколога она обнаружила за этот период времени воспалительное заболевание в женской половой сфере. То есть проходит регулярно лечение. И четвертое. У нее в 2019 году впервые были выявлены изменения в молочной железе. И, соответственно, она теперь ежегодно посещает мамолога, проходит все необходимые консультации, обследования. И то есть на сегодняшний день она остается молодой, здоровой, красивой, активной женщиной, которая контролирует показатели своего здоровья. Ну, стоит восхищаться такими людьми, которые, во-первых, и находятся только в времени. Ну, вы знаете, на чем с того, что на сегодняшний день, на мой взгляд, таких людей все больше и больше. И это радует. Сейчас поговорим об этом. У нас есть звонок телезрителя. Игорь, добрый вечер. Мы вас слышим. Здравствуйте, мои дорогие. У меня такой вопрос. Почему же диспансеризация является залогом здоровья, если ее проходить два раза в год, если в детстве мы ее вообще не проходили? Спасибо. Спасибо. Ну, во-первых, диспансеризация проходит один раз в год. Почему диспансеризация является залогом здоровья? Объясню. Очень часто человек чувствует себя прекрасно, занимается спортом, получает правильное питание. У него хороший и правильный сон, у него положительные эмоции. То есть практически все факторы риска развития хронических заболеваний у него отсутствуют. И он чувствует настолько себя хорошо и не считает нужным идти к врачу. Но! Вот именно когда ты здоров, тогда и надо прийти к врачу, пройти диспансеризацию, где выявляются ключевые показатели твоего здоровья. И я за 9 лет уже работы на диспансерном фронте, так назовем это, в мою работу, видела огромное количество молодых людей, которые примерно так же задают, для чего я буду это проходить. Раньше мы это не проходили, а зачем нам это сейчас проходить? И в итоге они все-таки проходят и выявляются. Диабет на ранней стадии, образование в молочной железе, включая злокачественные, гинекологические проблемы, простатспецифический антиген мы находим у мужчин, резко повышенно отправляем его дальше на второй этап диспансеризации и находят различные проблемы. То есть, если человек чувствует себя хорошо, это не значит, что он здоров. Правильно будет подтвердить свое хорошее самочувствие объективными показателями, которые входят в комплекс обследований во время диспансеризации. Вы сказали, 9 лет на этом фронте, да? А вот сегодня количество пациентов, которые не пренебрегают диспансеризацией, больше? Я считаю, вообще, вот кому мы предлагаем, кто к нам приходит. Мои пациенты все мотивированы на диспансеризацию. Ну, во-первых, смотрите, если мы выявляем во время диспансеризации онкологические заболевания, ну, понятно, что с соседями не делится. Понимаете, это все-таки такая деликатная сфера. Но если находят что-то, там, повышенное артериальное давление, ишемическую болезнь сердца, значит, мы же изучаем анкету, и вдруг смотрим, что у человека-то стенокардия, отправляем его вне рамок уже диспансеризацию к кардиологу, а там на Холтеровском мониторировании классическая ИБС, рана, которую выявили, вовремя выявили, и вот у меня сейчас женщине выявили, сразу же выявили такую хорошую ишемическую болезнь сердца, отправили к кардиологу, кардиолог отправил уже в кардиоцентр, там сделали коронарографию, выполнены оперативные вмешательства, женщина совершенно здорова, у нее хорошая физическая форма, теперь у нее жалоб, что она идет и задыхается на второй этаж, у нее этих жалоб нет, то есть она чувствует себя хорошо, она продлила свою жизнь минимум на 10 лет, она будет здорова, и она теперь озаботилась, и будет следить, мониторировать свои целевые показатели здоровья. С какого возраста диспансеризация просто необходима ежегодно? С рождения. Сейчас Игорь Томанин говорит, я об этом в детстве не знал, да. Ну, в детстве он не знал, сейчас я знаю, что у детей тоже проходит диспансеризация, и это правильно, потому что деток сейчас, к сожалению, больных становится все, год от года все больше и больше, вот, а так мы проводим с 18 лет, и у 18-летних, вы знаете, первую группу здоровья, то есть когда мы ничего не нашли, не так уж часто мы и стали, к сожалению, но количество пациентов, желающих пройти диспансеризацию, оно достаточно велико, но и немалый процент пациентов, к сожалению, которые считают, что это совершенно ненужное мероприятие, которое проводится формально, проводить его неудобно, и так далее. Может быть, стоит задуматься работодателям, чтобы они инициировали диспансеризацию сотрудников, вы же понимаете, что это трудовое население. Вы же знаете, мы пытаемся решить этот вопрос с 2013 года. На сегодняшний день приятным бонусом для тех, кто работает и проходит диспансеризацию, а все-таки хотелось бы именно для этой группы населения, то есть более молодой группы населения, провести диспансеризацию и выявить у них скрытые заболевания на ранней стадии, дается день оплачиваемый. И многие работодатели так делают и так мотивированы. Потому что здоровый работник – это деньги работодателя сохраненные. Если работник больной все время будет на больничном листе, а потом он уйдет на инвалидность, то придется брать нового, обучать, затрачиваться. Ну, в общем-то, неизвестно, кто придет. Поэтому любой нормальный работодатель, который думает и о бизнесе, он одновременно думает о здоровье своих подчиненных. Но это дело добровольное. Подчиненный может пойти на диспансеризацию, а может не пойти на диспансеризацию. К сожалению, я говорю, что процент людей, которые... Я знаю, что страховые компании регулярно присылают смс, что пройдите, пожалуйста, диспансеризацию. Но это дело пренебрегают, всем некогда. Какая форма больше работает на убеждение пациента, чтобы он все-таки пришел на диспансеризацию? СМС-сообщение, звонок, какая-то публикация в госуслугах? Что работает? На мой взгляд, все вместе работает. Вот все вместе вода и камень точат. Если мы в 2013 году очень тяжело отправляли пациентов на диспансеризацию, то сегодня мы предлагаем пациентам пройти диспансеризацию, и они идут на эту диспансеризацию. Ну, может быть, не скажу, некоторые идут с большим удовольствием, кто-то идет просто добровольно, как я говорю, уже принудительно, но тем не менее идет. А потом, вы не представляете, сколько пациентов, от скольких пациентов, которых я как раз добровольно-принудительно и отправила на прохождение диспансеризации. Сказала, я не дам вам там справку на санкор-лечении, не выдам эту справку, а тем более у нас сейчас программа, где видно сразу, значит, что вот у меня пациент приходит по записи, например, я уже вижу, прошел, не прошел он диспансеризацию. То есть мы их берем же на диспансерный учет, потом отслеживаем, который потом ко мне с благодарностью Изабелла Анатольевна, спасибо, что вы тогда настояли, что вы меня заставили. Я ведь не понимал, что надо идти, а ведь вы посмотрите, что получилось. Мы нашли вот это заболевание, мы его полечили, у меня теперь все хорошо. А мне врач сказал, который делал там операцию и лечил, что если бы еще полгода или год, то было бы совсем поздно и была бы совсем другая история. То есть приходится использовать свои профессиональные рычаги, чтобы убедить таких пациентов, все-таки обратить внимание. Но могу сказать, что в этом году мне не пришлось использовать никаких таких рычагов. Потому что, вы знаете, еще сарафан на радио, то есть когда пациент пришел на диспансеризацию, получил итог диспансеризации, значит, дополнительное обследование, понял, какие проблемы у него со здоровьем. На мой взгляд, сегодня лечиться дорого. Ну, в том плане, то, что, во-первых, это надо записаться в врачу, сходить к одному, спать и выкрыть время, сдать анализ. Ну, вот если просто, я не имею в виду диспансеризацию. То есть это, а если потом ты сильно заболел, то в аптеку сходить тоже финансово очень непросто. Я хожу в аптеку, как обычный пациент, приобретаю препараты и вижу, какие проблемы. Я вот могу привести пример своего мужа. Он у меня тоже каждый год проходит диспансеризацию. Причем он идет обычным путем. Никаких преференций у него нет. Да. Попробуй откажись у такого специалиста-супруги. Нет, нет. Он слушает истории и очень мотивирует. И вот в этом году, в этом году он вообще впечатлился. То есть он ходил, в целом он у меня здоровый мужчина. Крепкий, ведущий здоровый образ жизни, занимающийся спортом, активный, энергичный, в общем-то молодой. И в этом году у него на диспансеризации, на первом этапе была выявлена проблема с глазами. Значит, на что и направлено, собственно говоря, это исследование внутриглазное давление. Значит, его направили на второй этап. Значит, дальше он прошел полное обследование. В итоге сейчас он проходит лечение. И вот то заболевание, которое в итоге могло бы закончиться слепотой, значит, это заболевание у него благодаря своевременному обнаружению и своевременному лечению, я очень надеюсь, не разовьется. И у моего мужа, я могу сказать, резко повысилась мотивация ежегодно проходить здоровье. Значит, надо больше рассказывать таких историй. Да. И в Уфе, и в кабинете. Да, да. А этим мы и занимаемся. А дальше пациенты же, они же другушку знают, например, в подъезде. И рассказывают. Я вот сходил, мне сделали на втором этапе УЗДГ, то есть ультразвуковое доплексное исследование сосудов, магистральных сосудов шеи. У меня обнаружили холестеринную бляшку, я теперь пью статины, а ведь через 5 лет эта бляшка стала бы там 80% закупорка просвета. Понадобилось бы уже оперативного лечения, ну, совсем это непростой вид оперативного вмешательства. А так контролируем ежегодно, пьем лепит снижающую терапию, принимаем статины, контролируем показатели здоровья, живет себе человек со своей бляшкой, там, которая 20% год, 2, 3, 5, 7 и дальше живет. И дальше будет жить. Изабелла Анатольевна, остается 5 минут эфирного времени, хочется затронуть тему гриппа. Мы много вас видели в эфире, когда у нас был ковид, мы говорили о профилактике, о вакцинации своевременной, и вот в этом году мы почему-то забыли уже про ковид, то ли все провакцинировались, то ли еще какие-то другие факторы сыграли роль, но теперь мы говорим об опасном гриппе. Что это за грипп? Грипп действительно опасный. Мы сейчас работаем в форс-мажорных, вот я считаю, обстоятельствах, каждый день 30-40 пациентов. Красная зона перегружена, как в ковид, в нашей поликлинике, хотя у нас крупная поликлиника, я считаю, одна из лучших в городе, и поликлиника, и больница. Ну, потому что, на мой взгляд, организовано все грамотно, правильно, и в интересах пациента, и для удобства врача. из 100 тестов ПЦР на ковид, потому что любого пациента с респираторными симптомами, мы обязаны провести ПЦР-тест на ковид. Так вот сейчас плюс положительных тестов где-то 4-6, ну, на 100. А все остальное это респираторные обычные инфекции, и в том числе грипп. грипп мы вычленяем каким образом? Это первое, острое начало, резко развивается очень быстро слабость, недомогание, ломота в теле, озноб, температура 39-40, плохо снижается, держится несколько дней, и тут мы назначаем уже конкретно терапию против гриппа. Но вакцинировались у нас от гриппа, те, кто вакцинировался от гриппа, он защищен, по крайней мере от тяжелого течения гриппа, потому что вот этот грипп, который в этом году, то есть он чреват осложнениями. Мы за этими пациентами наблюдаем так же, как за пациентами, которые болеют ковидом. То есть это тоже группа риска осложнений серьезных, и особенно возрастные пациенты, и госпитализация уже есть с этим гриппом. У нас езженок телезрителей. Владимир Иванович хотел еще вопрос по диспансеризации задать. Добрый вечер. Слушаем вас, Владимир Иванович. Знаете, вот у меня было хождение по мокам, так называется. Полгорода обошел с глазами, с ушами. К глазному придешь, значит, вешают окуляры без стекол, обогабейку читать заставляют. Ну, и тысячи на три лекарства выписывают. Значит, с ушами ездил тоже и в платные, и это, первые, филиалы. Ну, выпросил, значит, в загородный. Думаю, там же элита. Ну, там диагноз мне тоже сначала проверили слух, потом к врачу. Врач диагноз поставил точный. Это у тебя насморк из ушей течет. Это неизлечимо. Вот такие пироги. Спасибо. Ну, что могу сказать? Во-первых, это к диспансеризации не имеет отношения. Не знаю, сколько лет нашему пациенту. Но могу твердо сказать, если бы он начал вот с 40 лет проходить ежегодную диспансеризацию, где проверяются и глаза, и если бы он пожаловался терапевту на проблему с ушами, то есть на ранней стадии, по всей видимости, у пациента и с глазами, и с лорпатологией. То есть ситуация серьезная, сложная, на которую я не могу вот по данному представленной информации какую-то подробную разъяснение дать. Но я могу точно сказать, что если бы была проведена диспансеризация, осмотр окулиста, это в рамках второго этапа, то я смотрю, какие наши окулисты дают заключение пациентам, полностью расписано все лечение, пациент автоматически начинает регулярно посещать врача. А когда уже совсем не вижу, не слышу, не знаю, и начинается лечение, то это всегда, чем позже обнаружены заболевания, тем сложнее оно лечится, и тем больше денег тратится на лекарства, к сожалению. Спасибо. Сегодня на студии была Изабелла Евкова, кандидатом медицинских наук, врачка вне медицинской профилактики городской больницы номер 5, как мы выяснили, самый лучший и самый просторный. Да.